Дорогие друзья, с вами Валерий Бусановский. Мы сейчас с вами уже рассматриваем четвертый курс «Простые арифметические операции». В общем, самое важное. Мы сейчас перейдем к домашнему заданию. Сначала посмотрите курс. Почему это так важно? Обратите внимание, ребята. Вот здесь я сбросил код ваше домашнее задание, то есть на форум. Но вы не скачивайте, пока не выполните домашнее задание сами. Почему это так важно? Понятно, что прибавлять, отнимать умеют все. Ребят, мы не этого добиваемся сейчас. Если вы смотрите с первого курса, то смотрите, я вам объяснил. Я вам объяснил следующее. Что вот я знаю несколько языков. Сейчас, хотя до этого, услышьте меня, до этого я уже использовал на этом сайте javascript. Но вот беру элемент, смотрю справки, что это, и пишу. Мне это надоело. И я решил javascript твердо изучить. Но с другой стороны, хочу вам показать, как изучить язык быстро. Это метод. Поэтому я не зря объясняю. Если вы заметили, немножко такой необычный подход. Мы его применяем. Сейчас поймете. Это в основном для участников школы я пишу видео. Но кто первый раз смотрит, тоже врубайтесь. Ребят, перед нами стоит цель. Быстро и качественно изучить язык, чтобы писать на нем. Вы убедились по моим урокам, кто изучал Python, писать начали. Так вот, не плюсылки, минусылки, умножалки и делилки. Это понятно. Но тем не менее, знать надо. Значит, по сути дела, мы сейчас с вами в этом курсе и в предыдущих трех ставили задачу вывести работу с переменными на подсознательный уровень. Если вы заметили, то мы начали рассматривать язык с базы. Чтобы включиться в сам язык, надо знать некую базу. Там объявление переменных, что такое объект в этом языке, как он использует объект. И все это мы прошли, чтобы потом расширять. Так вот, сейчас, кроме того, конечно, мы ставили задачу познакомиться с алисфеметическими операциями. Плюс, минус, то есть то, что делает любой язык. Далее, ставили задачу познакомиться с сокращениями. Допустим, там переменные плюс-плюс, то есть плюс один, переменные минус-минус, переменные минус один, переменные плюсы равно, плюс определенное число. В данном случае два, может быть абсолютно любое. Но курс построен следующим образом. Обратите внимание, я вот почему говорю, что надо начать с домашнего задания. То есть мы с вами объявили переменную некую DR, потом там DR1, DR2, DR3, которая уже являлась чем? Выражением. Заметьте, в уроке я четко рассказал, что если в прошлом уроке в домашнем задании вы тренировались и учились различать выражение и инструкции, а это обязательно надо сделать. Почему? Потому что тогда вы будете понимать все написанные источники, здесь тонкая грань, но надо четко понимать, чем отличаются выражения от инструкции. Поэтому мы с вами писали выражение, да, и потом объявляли некие еще переменные count, да, ну, грубо говоря, добавляли им некое число. А вот в домашнем задании сразу по ходу ваша задача дописать код следующим образом, а если вы смотрели предыдущие уроки, то труда не составит, надо чуть-чуть поразмыслить, чтобы получилось 11. Допустим, если мы посчитаем, вот возьмем здесь переменная DR плюс переменная count, да, то есть переменная DR у нас получается 3 плюс 2 равняется 5, переменная count равняется 5, и мы запускаем наш скрипт, но у нас получается 10, а должно быть 11. Почему? Потому что, сейчас я это прогоню, потому что мы же с вами, когда я вам давал задание домашнее DR плюс count плюс 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 плюс, то есть, грубо говоря, к 5 должен прибавиться 1, а 6 плюс плюс 5 равно 11. Вот этот код вам надо дописать, то есть должно быть 11. Поэтому я вас попрошу. Первое. Это задание домашнее проще выполнять по ходу просмотра курса. Поэтому сразу смотрим курс и сразу выполняем домашнее задание. В конце обязательно прокомментируйте и своими словами для себя же напишите, чем отличаются инструкции и выражения. И подпишите везде кодом вот это инструкция, вот это выражение, чтобы вы четко разъявили для себя. И здесь четко надо запомнить, что в выражениях не обязательно, среда требует, но можно не ставить точку запятой. В инструкциях надо ставить обязательно точку запятой. Так вот, хоть я понимаю, что вы делали в прошлом уроке домашнее задание и уже вроде разобрались, надо закрепить. Поэтому, как вы видите, мы оперируем с переменными. Нам сейчас надо первое сделать, это объявление переменных, что делают переменные, переопределение переменных. То есть переменные вбить уже на подсознательный уровень, чтобы больше на них не отвлекаться никогда в этом языке. То есть мы выбрали как раз и изучение и домашнее задание таким образом, чтобы работать с переменными. То есть у нас отошла в подсознание. Переменные объявили, пошли дальше, даже не думаем. Мы просто уверены, знаем, что вот так объявляются переменные, так можем ее переопределить, так можем получить. Это азы. Иначе без этих азов не войдешь в язык. Я то понимаю, почему я вот показываю, вот я вот так вот делаю, да, то есть я все проделываю на практике, везде идет мыслительный процесс. Это мой стиль. Мой стиль не просто объяснять, там, вот это вот можно делать то, 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 прочитал и забыл. Мой стиль заключается в том, чтобы постоянно все писать, писать осознанно, ставить конкретные цели, как вот я вам сейчас проговорил, то есть каких целей мы должны были добиться. И в конце концов находим, и в конце концов пишем и достигаем этих целей. Довольно просто. Но самое интересное, что писать будут все. А GC, это уже я говорю для новых, кто первый раз смотрит видео, начал с этого видео, мы ставим себе цель, чтобы наши веб-страницы стали более азывчивыми, то есть получить больше элементов без перезагрузки страницы. В других видео я это показывал, как это бывает. В общем, договорились. Выполняете домашнее задание, сначала смотрите курс, по ходу курса делаете домашнее задание, а потом только смотрите домашнее задание других ребят. При этом по ходу, само собой, как мы изучаем основные арифметические операции, сокращения, следующий курс будет сравнение. Там будет интересно, потому что на основе сравнений мы и делаем потом IF, ELSE, то есть если там происходит что-то. Но сначала надо понять, как JavaScript сравнивать. Это у нас будет следующий курс. Ну а пока выполняем это домашнее задание. Радуемся! И сбрасываем его вот сюда на форуме. Радуемся! Насколько это занимательно, согласитесь, великолепно изучать язык, великолепно понимать его. с вами был Валерий Бусуновский. Значит, сайт этого информации уже для новых. Школа, если вы хотите изучить Python, а мы все добавляем к Python, да, то набираете spb-tut.ru в видео в описании есть ссылки. Нажимаете получить логин и пароль, получаете пожизненный доступ. А вот там, где находится курс, уже сайт python-tut.ru Он называется Python Django Plus. То есть мы сюда добавляем JavaScript и другие вещи, другие языки. То есть занимаемся расширением. В данном уроке мы с вами четко разбираемся раз и навсегда в JavaScript. Потому что он нужен везде. И мы сможем его применять в Django, в функциях везде, чтобы получить отзывчивый интерфейс. Я надеюсь все очень понятно. Спасибо.